Антонина решила сменить род деятельности. Сначала пыталась найти работу самостоятельно, но безуспешно, поэтому обратилась в Центр занятости населения. Мне сотрудник рассказывает, я так сижу и жду, когда мне дальше она покажет, что делать. У меня, например, не это дома компьютер, а это раз через компьютер. Глазно. С похожими вопросами в Центр занятости населения ежегодно обращаются тысячи самарцев. Сейчас ситуация на рынке труда стабилизировалась и на учете в Центре занятости населения города стоят порядка 7 тысяч человек. Это в два раза меньше, чем в год начала пандемии. В то же время количество свободных вакансий в Самаре около 19 тысяч. Этот баланс необходимо сохранять. Сегодня в рамках выездного заседания Комитета Самарской губернантской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике специалисты оценили, насколько стабилен рынок труда. Сейчас мы видим, что эта стабилизация уже наступила. Это нас очень радует, потому что программа содействия занятости абсолютно себя оправдала. Во-первых, в два раза сократилось количество безработных. Мне кажется, вот эти цифры говорят сами за себя. Реализуемая программа содействия занятости населения, которая действует до 2023 года, охватывает всех жителей Самары, включая несовершеннолетних. Перед летними каникулами они активно ищут места для временного трудоустройства. И лучший способ найти заветную вакансию – обратиться в Центр занятости. И если в период острой пандемии работали удаленно, то сейчас вакансии предполагают занятость по всему городу. Дети работают в парках на благоустройстве, работают на различных предприятиях города, в том числе на промышленных, на работах, не требующих какой-то специальной подготовки. Получить помощь в поиске работы в Центре занятости населения можно как дистанционно через госуслуги, так и напрямую. Для работодателей и посетителей в Центре есть специальные гостевые компьютеры. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Продолжение следует...